Если вы никогда не готовили рассольник ленинградский, сегодня у вас есть возможность это исправить, так как я расскажу вам, как приготовить домашний простой рассольник, вкусный, ароматный, сытный. Теперь приготовление рассольника не будет вас пугать, потому что в этом рецепте вы узнаете, как приготовить домашний простой рассольник. Его также называют ленинград, советую вам для зажарки морковь нарезать мелкими полосками, а не тереть на терке, чтобы ее вид и вкус сохранились в готовом блюде. Также рекомендую нарезать картофель небольшими кубиками, чтобы он быстрее проварился. В качестве мяса вы можете брать как свинину, так и говядину, это зависит от ваших предпочтений. Досмотрев видео до конца, вы узнаете чего и сколько вам потребуется. 1. Для начала отварите перловую крупу, нарежьте все овощи, морковь, тонкой соломкой, лук, мелкими кубиками, огурец, мелкими кубиками, картофель, кубиками. 2. Приготовьте зажарку. На растительном масле слегка обжарьте морковь, 3-4 минуты, затем добавьте лук, 2 минуты, и огурцы, дайте овощам протушиться на сковороде. 3. Хорошо перемешайте и добавьте 4 чашки горячего бульона, томатную пасту, размешайте и дайте протушиться под крышкой в течение 10 минут. 4. Из готового бульона выньте мясо, нарежьте его небольшими кусочками, высыпьте в бульон перловую крупу, добавьте картофель, дайте ему свариться, 10 минут. 5. Далее добавьте нарезанное мясо, зажарку, лавровый лист, кориандр, острый перец и соль, далее добавьте чеснок, выньте из рассольника острый перец, приятного аппетита! Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки! Ставим лайк и подписываемся! Продукты и их количество, далее. 5. Свинина 500 грамм или говядина 6. Крупа перловая 120 грамм 7. Огурец соленый 4 штуки 8. Картофель 2 штуки 9. Морковь 1 штука 9. Лук репчатый 1 штука 10. Томатная паста 60 мл 10. Растительное масло 40 мл 11. Соль 1 по вкусу 11. Лавровый лист 1-2 штук 12. Чеснок 2-3 зубчиков 11. Кориандр 1 по вкусу 12. Рец острый 1 по вкусу 13. Количество порций 5-6 Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх, и спасибо за просмотр! Жду вас снова!